Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова и это передача о мелочах и жизни. Дом милый дом, но иногда он превращается в сущий ад. Домашнее насилие тема нашей сегодняшней передачи и в этом нам помогут Лисютина Елена, врач-психиатр, психотерапевт, а также Белогубов Павел, врач-психиатр, психотерапевт, нарколог и судмедэксперт. Первый вопрос у меня будет, Елена, наверное, такой. Домашнее насилие это очень распространенная проблема во всем мире, а вот насколько распространена в нашем городе? Статистические данные, к сожалению, очень расходятся даже по всей России, потому что данные органов МВД одни, но на самом деле они это только верхушка айсберга. Вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, если мы берем ее, каждая третья женщина подвергается физическому насилию. От 20 до 75 процентов женщин страдают от эмоционального насилия. Около 10 тысяч женщин в год погибает от рук супруга или сожителя. В мае 2019 года агентство Михайлов и партнеры аналитика провели опрос в нашем городе, и данные этого опроса на самом деле ужасают. 47 процентов опрошенных ответили, что не нужно привлекать внимание к семейным делам. 39 процентов посчитали, что применение силы в рамках семьи это нормально, а 10 процентов вообще считают, что принуждение к сексуальной близости не является насилием. Поэтому, на самом деле, этот вопрос очень важный и требует большой проработки, но, к сожалению, в статистических данных точных по этому вопросу нет. Точно знаем, что их много? Много. Не все обращаются, поэтому собрать точные данные не представляется возможным. Павел, вот скажите, есть ли какая-то некая системность в домашнем насилии, в этих всех историях? Либо вот берем домашнее насилие, либо берем отношения мужчины и женщины, как это все развивается? Ну, хотел бы добавить, может быть, даже к первому вопросу по поводу распространенности. На самом деле, со статистикой и с методами подсчета не все так просто, просто в силу маленького количества обращений. Есть разные причины, разные факторы. Как мы знаем, агрессор может быть не только мужчина, это может быть и женщина, поэтому мужчины здесь, конечно, действительно будут занижать в этом плане статистику, потому что по своему мужскому началу неудобно будет обратиться за помощью. По поводу системности действий. Конечно, эта системность присутствует. Но для начала давайте разграничим. У нас есть физическое воздействие, моральное воздействие, экономическое, сексуальное, то есть разные спектры. Как правило, есть человек психическим заболеванием, есть человек без психического заболевания. Если мы говорим про психическое заболевание, то там уже от этиологии этого психического заболевания будет формироваться какие-то клинические признаки. Если мы говорим, что это человек условно здоровый, то, как правило, парадромом для развития отклонений служит, конечно, детский возраст. Как правило, человек, который растет в семье, где есть агрессия, он чувствует ее со стороны, и она начинает замещать какое-то пространство в его личном сознании. И в дальнейшем с возрастом, в силу также воздействие каких-то социальных факторов, она будет проецироваться на других людей. Поэтому данный вид патологии, как и у женщин и мужчин, можно заметить на начальном этапе отношений. Как правило, это люди очень вежливые, вмиг окружающие вас заботой, как некоторые говорят, ловят свой капкан. А потом уже в дальнейшем начинается развитие агрессивных каких-то тенденций и так далее. Конечно, при общении с человеком, то есть с данной патологией, есть отдельные черты, которые можно выделить. Например, этот человек может ограничивать, например, если, ну давайте разберем, например, по отношению, ну традиционно от мужчины, например, к женщине, да? Да. Значит, ограничение социальных связей, то есть он не будет давать общаться с какими-то близкими людьми, да? Ограничивать какие-то контакты с друзьями, он будет ограничивать финансово, то есть он может сказать, вот посиди, например, дома, не работай. С одной стороны, это хорошо, да? А с другой стороны, потом также шантажировать этим. Очень развит в настоящее время экономическое, так скажем, экономический шантаж со стороны мужского пола к лицам женского. Сейчас у нас век нестабильный экономически, и многим приходится брать, например, те же самые ипотечные кредиты, да? И потом непонятно, кто прав, кто виноват, кому уходить из дома в результате этого насилия, и люди вынуждены в дальнейшем жить вместе. Также это может усугубляться приемом психоактивных каких-то веществ, алкоголем. То есть, если мы заведомо видим, что человек начинает этим злоупотреблять, то можем гипотетически предположить о дальнейшем развитии какого-то домашнего насилия. Человек очень вспыльчив, агрессивен, не находит взаимопонимания с людьми. Поэтому это вот такие вот основные признаки, по которым можно судить, что все же что-то не так. Как правило, это люди импульсивно неуравновешенные. Также у нас есть в психиатрии такой термин расстройство личности, который, как правило, иногда не требует никакого специфического лечения, но требует наблюдения за этим видом пациентов. И он только тогда уже попадет в психиатру, когда совершит какое-то противоправное действие. Как правило, большинство лиц живет в установленном законном порядке и может применять исключительно насилие в рамках семьи. Поэтому таких, конечно, людей сложно отследить, но, тем не менее, склонность к импульсивным действиям может говорить о возможных каких-то дальше агрессивных тенденциях. А вот когда это уже происходит, какая это системность? Что этот человек начинает чувствовать себя всевластным и что ему все можно? А дальше что? Он не боится? Вообще, данные люди очень часто склонны делать из себя жертву. То есть, например, они оправдывают каждый свой агрессивный поступок, каждый свой акт насилия. То есть, я поступил так, потому что ты ведешь себя так. И здесь виноват, в принципе, я. Он оправдывает себя. Как правило, это люди могут быть немного инфантильны. То есть, например, когда ему плохо, он хочет, чтобы вокруг него бегали. Если у него температура там 37 градусов, пожалуйста... Это все мужчины, это же анекдоты. Нет, нет, нет. Ну, есть злоупотребление, да? Ну, я думаю, нормальный мужчина в этой ситуации может быть иногда и будет в таком состоянии, но когда в его состоянии окажется его супруга, конечно, он придет на помощь. А здесь человек будет как будто не замечать. Ну, приболел немножко, ну, тем не менее, у тебя же есть сила еще встать в температуре, приготовить мне ужин и так далее. Вот если этого не сделаешь, ах ты так, вот плохая. Вот. Поэтому может быть такая вот роль манипулянта. Елена, есть что добавить? Абсолютно согласна. У нас даже для людей, страдающих алкогольной зависимостью, у них есть такой бред-бред ревности. Очень часто проявляется как раз вот домашним насилием, когда женщину ревнует ко всему подряд, без каких-то поводов. И часто дело доходит до рукоприкладства. Я вот сейчас расскажу такую историю. У меня впервые было такое буквально в этом году. Меня, наверное, хватило на месяц таких отношений. Я познакомилась с молодым человеком. Буквально первые встречи мы разговаривали, все в общественном месте, прогуливаясь. Вроде бы все неплохо. На вторую встречу, когда я пришла, он уже взял меня за руку. Меня это насторожило, и мы пошли в парк. То есть я об этом ему как бы сказала, потому что для меня была нарушена вот эта личная граница, и мне было немного дискомфортно. Но тем не менее я как-то к этому привыкала. На третье, на четвертое, на пятое свидание также за ручку гуляем, ходим. Вроде бы все хорошо, но постепенно началось вот такой момент, что куда я либо пойду, либо в кафе, либо еще что-то. Я должна была отчитываться за каждый шаг. То есть практически каждые полчаса мы были на связи, меня даже это отвлекало от работы, и нужно было либо прислать фотографию, а потом запрещал ходить туда-то. Не дай бог он меня увидит с противоположным полом даже по рабочим моментам. Нет, это ничего, не нужно снимать. Я говорю, так, стоп, вот когда будет, если этот человек моим мужчиной, тогда он может что-то мне как-то хотя бы это ограничить. Ну и вот я хочу сказать, что мне хватило буквально месяц, даже это много, я считаю, что я протянула. Вот, по крайней мере, пока мы вместе ходим, гуляем, общаемся, вроде бы все ничего. А когда на расстоянии, я чувствую, что с каждым разом будто меня накрывают каким-то куполом, и я чувствую давление. То есть я не получала от этих отношений то, чего должны получать нормальные люди при начальных этапах. Вот это какая-то эйфория, бабочки в животе, вот это желание, когда хочется поскорее увидеться, поделиться, что произошло за день. А здесь, получается, был абсолютный какой-то напряг. Причем я это говорила, человек, он вроде бы да, это понимал. Потом наступал момент, когда он где-то закрывался в том, что он не может это сказать, и от этого только хуже становилось потом. Вот, я считаю, что я сделала правильно. Ну, абсолютно правильный, да, вы сделали поступок, то, что оставили этого человека. Но давайте не забывать, что основная цель абьюзера – это лишение вас воли и подчинение вас своей власти. Вот к этому все и сводилось. Просто мне интересно, этот человек будет точно так же вести себя по этой же схеме и с остальными девушками, и он найдет свою жертву? К сожалению, вообще данный вид патологии, если ее так рассматривать, она не лечится. Все исследования, которые были направлены, большие там, да, которые были направлены в явление, ну, хоть каких-то способов лечения, они заканчивались неудачей. И единственный, наверное, верный способ, который может работать с этими людьми – это научиться контролировать свои эмоции, принять свою проблему, опять же, при желании этого человека. И, как вы вот сказали уже, действительно, чрезмерная ревность, я забыл про нее сказать, это тоже может быть тревожным звоночком. Потому что, если человек все объективно и рационально оценивает, ну, навряд ли он своему любимому человеку будет не доверять. Хотя много разных ситуаций, но если это, опять же, подтверждать какими-то новыми порядками, новыми условиями, и это происходит чрезмерно, это называется патологическая ревность, и она, конечно, может тоже стать тревожным звоночком, нужно присматриваться и задуматься. А вот просто интересно, если вот я попалась такая девушка, потом еще такая же девушка, которая дает отпор и не позволяет вот так лишать себя свободы, они, может быть, немножечко вот так и вылечатся, по чуть-чуть, нет? Нет, в любом случае уже этот человек, он агрессор, он найдет свою жертву. У нас очень многие женщины, к сожалению, привыкли к роли жертвы. То есть у нас есть менталитет российский, да, поговорки, бьет, значит, любит, лучше плохенький мужчина, но свой, да, очень много закладывает в женщинах вот таких вот основ. И он думает, ну, мужчина, мужчина, главное, чтобы в доме был. А что я буду терпеть? То есть изначально уже соглашаются. Кстати, как утверждают многие авторы, чтобы минимизировать риск развития такого вида патологии и таких людей, это, конечно, так скажем, честное, наверное, и равноправное воспитание мальчиков и девочек в детстве на равных правах. А у нас как принято, все-таки мужчина сильнее, вот правильно вы сказали, бьет, значит, любит. И раньше менталитет такой у людей был. Так, пошла за мужем, вышла за него замуж, если обидел, все, это ваш дом, не приходи за помощью, не обращайся. А как же вот еще вот эта фраза, что, ну, наши родители, все мы получали от родителей, и ничего же, вроде бы сделали из нас людей, выросли-то мы нормальными. Но родители, наверное, все-таки, они все это делали с любовью, понимаете, искренне, и какие-то, может быть, порой излишние их действия, все-таки они имели верную цель, это благо. А здесь цель – поиздеваться. Пусть она и латентна, может быть, даже для самого человека. Ну, хотя вот я тоже немножко не соглашусь, как детский психиатр, да, я категорически против. Что во благо тоже нельзя. Да, что это во благо. Давайте задумаемся. Родители позволяют себе отшлепать ребенка, но почему-то ни один родитель не позволит своему супругу отшлепать себя за какую-то провинность. Откуда такое властное отношение к детям, и чем дети хуже партнера? Вот, кстати, соглашусь, да, ну, под своим словом я подразумевал исключительно морально, да, а физическое вообще насилие, оно неприемлемо, ни при каком возрасте, и это уже ни один ученый подтвердил, и объективность говорит само за себя. Чем больше наносишь физическое воздействие, чем больше потом получишь насилие. Опять же мы говорим, что насилие в детстве ведет к тому, что ребенок в будущем может стать абьюзером. Либо как раз вырастают такие женщины, которые находят себе этих абьюзеров. Да, которые видят отношение, такое отношение к матери, да, и могут выбрать себе такого же партнера. И считают, что это норма. Вот какие действия нужно вообще предпринимать при первых звоночках? Первый звонок может быть, когда на тебя накричали? Пусть даже если вдруг вот какая-то устала на работе или что-то. Это первый звонок? Нет, я думаю, ну, это происходит у каждого в семье. Вопрос, как на это реагирует человек, по отношению к которому это направлено, да и вообще, как они взаимодействуют между собой. И опять же системность. Но мы говорим про начальные отношения, когда вот вроде бы начинаются отношения, вроде бы все нормально, и как вот девушке узнать, что она выбрала нормального, здорового мужчину? Ну вот смотрите, если общались на спокойных, ровных тонах, да, если в этой ситуации можно полностью обойтись без крика, и тут человек начинает кричать. Какой промежуток времени должен произойти, что вот этот абьюзер или не совсем здоровый человек себя проявит? Тут вообще нужно еще вспомнить темперамент. У каждого у нас заложен свой темперамент, да? У нас есть холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики. И понятное дело, что человек с холерическим темпераментом, он склонен как-то свои эмоции проявлять. Но, как правило, эти люди они быстро и отходчивы. И он подойдет и скажет, извини, я был неправ. Здесь я погорячился, он примет свою ошибку. А здесь, вместо, например, вот этого признания ошибки, мы получаем еще опять повторяющийся конфликт, непризнание ошибки. И опять же, как я говорил выше, не я виноват, ты виноват. Ага, обвинение. Какой временной промежуток должен быть, когда девушка, в принципе, должна... То есть я к тому, что не нужно торопиться, и вот проваливаться в эти отношения, нужно присматриваться. Вообще, если у людей есть семья, есть дети, ну вот я, например, как психотерапевт, в каждой своей беседе, я думаю, Елена Ельгизовна со мной согласится, у нас все-таки беседа направлена на сохранение семьи. Агрессор – это не агрессор, все-таки мы стараемся сохранить эту ячейку общества. Другое дело, что человек уже получает моральный или физический вред от этих криков, этих постоянных конфликтов. Тогда мы говорим, да, что уже нужно что-то предпринимать. А если человек, ну, например, так же, опять же, живут холерик и, например, флегматик. Ну, кричи на него, не кричи, он скажет, ну ладно, ну чего он кричит, пойдет дальше заниматься своими делами, да. А если, например, это будут оба холерика, еще один и агрессор, например, да. Понятное дело, что когда один накричит на другого, другой это очень бурно воспримет, будет всю ночь не спать, думать. От этого он пойдет, не выспавшись на работу, дальше это будет копиться и придет к каким-то тревожно-депрессивным расстройствам. Здесь, конечно, это патология, надо уже обращаться. Но и все же, я хочу понять, за какой промежуток времени девушка при начале отношений может распознать будущего абьюзера или человека с нездоровой психикой. Я думаю, вот именно по времени четких границ нету. Можно определить абьюзера тогда, когда человек перестает считаться с вашим мнением. То есть, когда отношения переходят на определенную стадию и человеку плевать, что вы думаете, когда он считает, что его мнение единое, верное, там он совершает, там берет вас за руку, если вы не хотите, вот такие какие-то действия нарушают ваши личные границы. Вот это первый звонок, когда стоит об этом задуматься. Я бы даже, наверное, сказал, можно считать этим моментом момент, когда вы ему сказали, что он делает что-то не так, а он, не понимая это, продолжает это повторять. Вот тогда, да. А вот в вашей практике, по вашим историям, бывает же такое, когда вот женщина говорит, ну вот раньше он был совсем другой, а вот сколько период он был другим, таким хорошим? Самое смешное чаще всего это возникает у женщин, которые находятся замужем после рождения ребенка. Вот по моим расчетам, как только родился ребенок, считается, что женщина уже никуда из семьи не денется. Ну вот именно абьюзер может так считать. То есть это может быть довольно-таки длительный период, и даже ни месяц, ни два, ни три. Ну конечно, опять же, сколько она терпела. Может быть у нее муж работает вахтовым методом, уезжает, например, в командировку. Если это растягивает. Да, 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 поэтому тут индивидуально. А может ли вообще вот абьюзер стать нормальным человеком? Есть такое в истории, когда человек все-таки приходит к тому, что надо лечиться? Об этом говорили чуть выше. Нет, к сожалению, это не лечит. Это личность, которая у нас сформировалась с детства. То есть ни одного такого случая нет, да? Он может научиться контролировать. И они могут научиться взаимодействовать. И просто жить с этим, не причиняя... Кстати, приглашая на прием людей в семье, в которой случился этот конфликт, очень важно приглашать их раздельно. Потому что, например, при обсуждении каких-то таких мелочей... Ну, например, он пришел домой, и вот жена как-то не так на него посмотрела. Мы же будем, например, спрашивать у него, как и что все начинается. И это нельзя рассказать. Она говорит, ну вот я, когда он заходит в квартиру, смотрю, как он себя ведет. По настроению. Если оно плохое, я стараюсь не напрягать. Если, например, у него веселое настроение, стараюсь какую-то шутку подкинуть. И то есть при них обоих это не представляется возможным. Конечно. Он потом придет домой и скажет, так, что ты на меня? Присматриваешься ко мне? Ага. В каком я настроении? Поэтому здесь очень важен момент раздельной психотерапии и работы с ними. Как себя обезопасить в таких ситуациях? Кому обращаться за помощью? Куда звонить? Что делать? Ну, если мы говорим о физическом насилии, конечно, это обращение в правоохранительные органы. Снятие побоев. Не дай бог, если изнасилование, тоже обращение к врачам. Не нужно бояться. Не нужно... Да, это неприятно. Да, придется об этом рассказывать. Выносить на всеобщий суд. Тем более наше окружающее мнение, да, не очень, очень двоякое, да, к этой ситуации. Часто говорят, сама виновата, да. Вот это страшнее всего, наверное. Это страшнее всего для женщины, когда, да, когда говорят, ты сама виновата. А что самое интересное, мне кажется, они действительно думают, что да, скорее всего, в их есть вина. Даже если человек сначала не думает об этом, потом в ходе длительных таких отношений развивается тревожно-депрессивное расстройство, а один из проявлений депрессии – это чувство вины, это идея самообвинения. То есть, если вначале женщина как-то боролась, то на фоне депрессии она будет винить себя. Это будет симптом уже заболевания. Поэтому обращаться нужно, рассказывать об этом нужно. Второй вопрос, что наши правоохранительные органы не всегда адекватно реагируют на это и говорят, ну, ладно, из заявления забираются. А самое иногда еще страшное, что когда бывает, вот, наверное, все мы живем, у нас площадки в подъезде, да, много случаев, я знаю, что когда соседи дерутся, да, там, вот, или подвыпивший товарищ, там, свою супругу избивает. Все это выносится на площадку, и люди пытаются как-то помочь, и, не дай бог, этого абьюзера толкнут или что-то. Сама же женщина начинает кричать, что мы сами справимся, зачем вы лезете, вплоть, я знаю, ситуации, когда вот на спасителя писали уже вдвоем с семьей заявление в полицию. Поэтому люди боятся уже вмешиваться тоже. Да, боятся, и люди сейчас реально в семью стараются не вмешиваться. Но я думаю, что все равно об этом надо говорить. Я очень надеюсь, что женщины все-таки по большей части у нас высокообразованы и не позволят к себе такого отношения. Нужно обращаться в правоохранительные органы, нужно обращаться за помощью хотя бы к семейному психотерапевту, раз вы не хотите выносить это так для начала. Почему за рубежом люди по любому поводу ходят к психотерапевту, а в России это зазорно, это нехорошо. А все это копится, пока в депрессию не выльется. А почему возникает столько случаев убийств? Потому что и женщины терпят до последнего. Вот когда, я знаю такой фраз, вот когда убьет, тогда и полиция приедет. Ну это же вообще кошмар. Ну, хотелось бы добавить к вопросу о уголовном кодексе, который регулирует эти отношения. Ну, как мы знаем, у нас есть три стадии нанесения вреда здоровью. Да, легкие, средние и тяжелые. Соответственно, так у нас устроена система. Кстати, эта система, наверное, все-таки и отчасти является причиной плохой борьбы с данным видом людей. Потому что в современном обществе, практически во всех странах на другом континенте, это Южная и Северная Америка, во всех странах есть законы, направленные на противодействие абьюзерам. У нас в нашем законодательстве осталась только одна статья, которая могла бы примениться. Это 116-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нанесение побоев лицом, уже будучи наказанным административным кодексом, то есть административной какой-то статьей. И максимальный срок, в принципе, который она может повлечь из собой, это три месяца ареста. Ну, согласитесь, такое себе наказание. Поэтому это никто не боится. Но, опять же, сотрудников правоохранительных органов, они же не законодатели этого органа, у нас исполнительные власти. Они законотворческие, поэтому что они скажут? Они же не пойдут тоже против закона, да? Кроме того, вот мы с вами до эфира обсудили этот вопрос. Хотел бы тоже для зрителей сказать, что если все-таки мы рассматриваем абьюзера как человека с патологией, то, наверное, лицо, который терпит эти побои долгое время и пребывает в таком страхе и состоянии, что не может обратиться за помощью, наверное, тоже правомерно будет назвать больным лицом. Потому что терпеть ни в коем случае не стоит. Я вчера сам звонил на линии горячей психологической помощи. С уверенностью могу сказать, они есть. Они очень любезны на все вопросы. А звучите нам, пожалуйста. Да, они очень любезны на все мои вопросы ответили. Если мы говорим о линии, значит, они у нас есть региональные и есть федеральные. Кроме того, они у нас еще делятся на подвиды, например, федеральные. Это, например, когда насилие применяется к детям, например, к женщинам. Ну, их очень много. Если про региональные, то это телефон 420025. Вчера в ходе разговоров выяснилось, у нас есть даже, что предоставляются социальные места для женщин, которые понесли побои от мужа. Как правило, на законодательном уровне эти места, к сожалению, служат для, в основном, студентов, которые находятся в положении, если мы говорим про женский пол. Но, тем не менее, туда размещают. Не могу назвать эти организации, но телефон рабочий, туда можно обратиться. И самое важное, вот, кстати, мы этот вопрос сегодня не обсудили, это юридическая помощь женщинам, да, и мужчинам, например, детям. Ну, в общем, ко всем, кто пострадал от лица агрессора. Потому что юридическая помощь, к сожалению, в нашей стране, она стоит довольно больших денег. А, как правило, если люди оказываются в данной ситуации, ну, в большинстве случаев, там материально не все благополучно, иначе женщина просто могла бы оставить эту семью, действительно, и уйти, да. Потому что многое зависит от экономического насилия. Поэтому можно позвонить. Есть специальные адвокаты, которые безвозмездно предлагают свои услуги. Они как раз-таки, вот, по вышеуказанным, по 116-й статье, по статьям, если нанесен вред для здоровья, они успешно работают. И причем это не только с побоями связано, например, проблемы с недвижимостью и так далее. Ну, различные. Это все по этому же номеру, да? Да, совершенно верно, да. Да, они дают координаты той юриста, там встречаются. Конечно, на всех, на Ретли Хвайт, у них всего их пару штук, но тем не менее, шанс есть. То есть, что мы на выходе имеем? Есть где пожить какое-то время, да, при экстренной ситуации. Есть юридическая помощь. Да, да, да. И самое главное, что все это анонимно. Вот серьезно. Я вчера это еще момент акцентировал, потому что немаловажно. Они говорят, у нас даже нет определителя номера. То есть, мы не знаем, они могут представиться под любыми псевдонимами, под любыми минами. И самое еще одно из главных, что количество времени, которое специалист оказывает, помогая пациенту, оно не лимитировано. То есть, они могут и час, и полтора часа пообщаться, звонить повторно. То есть, лимитов никаких нет. Каждый раз им будет оказываться помощь. Да, это был первый номер, еще что-то хотели сказать. Да, и федеральный номер, который они мне сообщили, как бы их много, это 8 800 2122. По нему тоже можно, значит, позвонить, и там уже специалисты федерального масштаба будут также оказывать помощь. Поэтому я считаю, это довольно неплохо. Отошли немножко от вопроса. За помощью обращаться нужно, никогда не нужно терпеть ни моральное насилие, ни физическое. Чем дальше мы терпим, тем дальше запускаем все эти процессы. И, наверное, даже мы можем уже в дальнейшем пострадать не от побоев, гипотетически возможных, а от действительно тревожно-депрессивных различных синдромов и присоединения уже к психической патологии, которая, конечно же, будет, когда человек морально давит каждый день. Обязательно, обязательно нужно бороться. Если вам, вашим близким, значит, доставляется со стороны агрессора какие-то угрозы, значит, побои и так далее, обязательно обращаться за помощью. И если вы проживаете с агрессором, некоторые боятся, вот он же у меня караулить будет тогда, да, там как-то, как я буду по улице спокойно ходить. Лучше вы будете, написав заявление в милицию, ходить немного тревожить по улице, чем это будет происходить дома, и вы будете получать побои ежедневно. Елена, у вас есть какой-то номер, куда еще можно звонить? Я узнала, что есть еще у нас в Ульяновске кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию на базе гостиницы «Причал Надежды», горячая линия 203523. То есть, вот можно еще по этому номеру позвонить? Дополню, потому что не могу не дополнить, мы совершенно с Еленой Ильгизовной про себя забыли, про нашу клинику, да, мы проводим прием в клинике Березиной, поэтому можете записаться или ко мне, либо к Елене Ильгизовне, с удовольствием окажем вам помощь, порекомендуем, куда обратиться, диагностируем возможное наличие психических отклонений, и при возможности, конечно же, проведем лечение, потому что лечение, оно, вот как вы правильно сказали, да, человек может сам, может быть, отойти, даже если этот источник перестал уже на него водействовать, но медикаментозное и психотерапевтическое лечение, оно безусловным катализатором служит ускорение, выздоровление, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь искренне, с душой, всегда поможем. Есть еще что-то сказать, Елена? Согласна абсолютно, Васильевич. Хочется только пожелать нашим зрителям, чтобы вы не боялись, любили, ценили себя и своих близких, дорожили своим здоровьем и никогда никому не позволяли лишать вас самого главного в жизни, вашего здоровья, вашего нормального благополучного состояния и благополучного состояния ваших близких. В общем, будьте все здоровы, обязательно обращайтесь за помощью и никогда не закрывайтесь от мира. А мы с вами увидимся в следующем эфире. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова